В Чувашии готовятся к эпидемическому сезону. В республику, отмечают Минздраве, поступит более 500 тысяч вакцин от гриппа. Таким образом, будет привит каждый второй житель. Пик заболеваемости впереди, говорят специалисты. Именно в профилактике против гриппа охвачено 231 936 человек, 44,2 целых от плана. Особую актуальность в период приобретает корпоративная вакцинация, которая обезопасит работающих населением гриппа и ее тяжелых усложнений. Для иммунизации населения применяется вакцина, содержащая актуальность штамма вируса гриппа, рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня нет пациентов, которые заболели гриппом. Есть заболевание ОРВИ, 5242 человека сегодня на учете. На повестке дня и начала отопительного сезона. В 97% жилых домов, социальных объектов тепло уже подано. Завершен пуск тепла в 9 муниципальных образованиях. Подходит к завершению работы по пуску тепла в 7 муниципальных образованиях. Подача тепла осуществлена в 799 учреждений образования. Завершена работа в 25 муниципальных образованиях, кроме Янтикского района. Речь идет о школе Шимкузском сельском поселении. Завершены работы по монтажной работе в котельной. Тепоснабжением отличены 567 учреждений здравоохранения. Завершены работы также в 22 муниципальных образованиях. Это село Комсомольское. Одна больница, соответственно, осталась. Также сегодня планируется завершить работы. Два ФАПа Чебоксарского района. Соответственно, помещение обогревается масляными электрическими обогревателями на сегодняшний день. И город Новочебоксарск. Одну очередь в день здравоохранения. В график не успели войти и пять жилых домов, где продолжаются работы по капремонту. Крайний срок подачи тепла 10 октября потребовал глава региона. И обеспечительские функции, кто должен и обязан выполнить, они должны быть выполнены. Почему? Потому что на улице довольно-таки прохладные погоды. Проблемный вопрос – долги за потребленный газ. На их реструктуризацию для муниципалитетов предусмотрены субсидии из бюджета. Но 50 миллионов рублей так и не поступили на счета районов. Решаем вопрос, Михаил Васильевич. Нет, эти общие слова. Мне общие слова не нужны. Когда уйдут эти 50 миллионов рублей? Планируем, что до 15 октября мы эти мероприятия завершим. Ситуация, она сложная, Михаил Васильевич. Но она решимая. Поставщики голубого топлива приводят черный список муниципалитетов. Если в Козловке сумма долго снизилась на 8 миллионов рублей, то в Шумерле увеличилась на 30. Власти города до сих пор не утвердили тарифы. В правительстве проблему взяли на контроль. Ну вот это, честно говоря, слабая работа администрации. Надеялись они, что конкурсный возьмет. Надеялись, что у нас ГУБ Чувашгас заберет. Хотя четко было сказано, что это ваша зона ответственности. Вы должны определить балансы держателя. Еще одна тема. Формирование бюджета на последующие три года. Немалую сумму предусмотрят на строительство школ и детских садов. Цель расношения помещений, пищеблоков, детских садов качественным и удовлетворяющим санитарным нормам об оборудовании в бюджете закладываем более 116 миллионов рублей. Более 200 миллионов рублей предусматриваем на строительство оригинального центра по хоккею. Это при Чувашском кадетском корпусе. Продолжим также строительство фельдшко-акушерских пунктов. На это предусматривается более чем 113 миллионов рублей. В проекте бюджета на трехлетний период мы предусмотрели полное выполнение всех социальных обязательств. Это наш приоритет. Обсуждая итоги выездного совещания Комитета Госдумы по экологии, Михаил Игнатьев призвал не политизировать тему новых тарифов за вывоз мусора. Странно, когда заместитель председателя Комитета Госсовета по экономической политике Игорь Маляков утверждает, что стоимость услуги повысится в 8 раз, реальный рост не превысит 5% и кому, как ненародным избранникам, это хорошо известно. Борьбу с распространением незаконных наркотических средств обсудили сегодня на заседании Государственного антинаркотического комитета. Совещание в режиме видеоконференции провел министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. Он отметил, структура рынка наркотиков в России меняется, увеличивается доля синтетических психоактивных веществ, постоянно появляются новые виды. За полтора года по инициативе Министерства внутренних дел под контроль поставлено 62 ранее известных наркотических средства и психотропных веществ, с использованием которых можно будет изготовить более тысячи препаратов. В этих условиях важно своевременно выявлять такого рода новинки, а это требует соответствующей базы для проведения химико-токсикологических исследований. Оснащение регионов таким оборудованием стало первым вопросом совещания. Еще одна тема – борьба с бесконтактным сбытом, при котором используются электронные платежные системы и даже криптовалюта. В процессе совещания стороны скорректировали работу и наметили планы на ближайшую перспективу. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. С начала года в Чувашии построены 6 175 квартир, сообщает Чувашстат. Общая площадь, введенную в эксплуатацию жилья, к началу сентября свыше 350 тысяч квадратных метров, или 102% к уровню аналогичного периода прошлого года. Большая часть – 273 тысячи квадратов – приходится на долю организаций-застройщиков. 80 тысяч – индивидуальное жилье. Всего на 2018 год запланировано ввести в эксплуатацию не менее 620 тысяч квадратных метров. С 1 октября в Чебоксарах начался отопительный сезон, но тепло поступило не во все дома города. Жалобы поступают от жителей дома по улице Гагарина, 58. Там тепла нет и по сей день. Проблемы в расторопности управляющих компаний и собственников жилья отметили на еженедельной городской планерке. Глава администрации Чебоксара Алексей Латоков дал задание, чтобы сегодня-завтра тепло появилось в этом доме. А к концу недели проблемные вопросы должны быть сняты в целом по городу. В октябре заработала и новая система вывоза мусора. В целом работа идет в штатном режиме, но есть и жалобы, которые решаются в рабочем порядке. На прошлой неделе Чебоксары принимали форум международного уровня. Конгресс местных властей Евразии объединил мэров в 100 городов. Гости столицы отметили благоустройство Чебоксар и остались довольны визитом. Отметил сетименеджер города Алексей Латоков. По международному мероприятию, еще раз напомню, организаторами выступили Евразийское отделение Всемирной организации Объединенные города и местные власти в партнерстве с Организацией Объединенных наций и Ассоциацией городов по Волжье. Присутствовал президент ОГМВ, парк Ставу мы переняли и поделились лучшими практиками. Получили слова благодарности за организацию. С 1 января 2019 года в Чебоксарах заработает электронный магазин. Коснется он муниципальных заказчиков, бюджетные и автономные учреждения города. Цель создания – экономия бюджетных средств и собственных ресурсов. Это платформа для взаимовыгодного сотрудничества поставщиков и заказчиков, отметили на городской планерке. Прошу всех вникнуть, организовать системное планирование закупок и исполнять принятое решение. Тех, кто не будет исполнять, будем привлекать к ответственности и расставаться с нарушителями вновь введенного порядка. Такая практика, как уже было отмечено, введена во многих городах. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика. Минтруд Чувашии с заявлением на ежемесячную выплату при рождении первого ребенка обратились 1816 семей. Около полутора тысяч уже деньги получили. Размер ежемесячной выплаты в текущем году составляет 8910 рублей. Напомним, право на данную меру социальной поддержки имеют семьи, средний душевой доход которых не превышает 14 тысяч рублей в месяц. Для назначения выплаты семьям, у которых в 2018 году родился первый ребенок, необходимо предоставить заявление в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства. Сделать это можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата назначается с датой рождения. Если позже, шести месяцев со дня обращения. Первый выплатной период рассчитан на год. Красивая музыка, яркие воздушные шары, нарядные кадеты. Так приветствовали в театре оперы и балеты учителей нашей республики. Работать с детьми, их воспитывать, все это про педагогов. Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя. В адрес работников образования звучат самые теплые слова и пожелания. Сердце и душа учителя с учетом уклада в жизни российского многонационального рода, уклада в жизни жителей нашей Чувашьей республики – это практически незаменимые вещи. Потому что любой ребенок, приходя в садик, приходя в школу, дальше среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование, чувствует вас и всегда дети считали, считают и будут считать вас второй мамой. За это вам низкий поклон. Хочется пожелать вам мира, согласия, творческих, дальнейших успехов. Лариса Лушина в числе шести педагогов, которые сегодня получили почетное звание заслуженный учитель Чувашской республики. 28 лет она посвятила обучению самых маленьких школьников. У меня никогда не стоял выбор, кем быть. То есть, когда только я пошла в школу, я уже знала точно, что я буду учителем. И причем не просто учителем, а учителем начальных классов. Я просто не представляю другой работы и жизни без моих учеников. Олимпиады, конкурсы, методические разработки – работу педагогов сложно переоценить. И правительство республики заботится о том, чтобы труд преподавателей оценивался по достоинству. В этом году денежные опощения в размере 200 тысяч рублей получили 9 педагогов республики. В их числе и Алена Ядрецова. Сейчас в ее планах разработать учебник по чувашскому языку для русскоязычных школ. Символично, что сама она решила преподавать чувашский язык после прочтения книги нашего великого автора. Серьезный шаг я сделала, когда я прочитала такую великую поэму «Нарспи». И была удивлена, поражена языком. Действительно очень богатый язык. И все переводы, которые имеются на русский язык на сегодняшний день, они не заменяют тот язык, родной, оригинал. Потому что Иванов – это действительно гений. Педагоги республики могут не только чему-то научить, но и сами подать хороший пример, взять хоть выступление на сцене. И тут педагогам нет равных. Традиционно в День учителя в Чебоксарах за победу борются педагогические хоровые коллективы республики. ПЕСНЯ Уже который год награда за лучшую песню на чувашском языке уезжает в Урмары. Что касается песни на русском, то и в этой номинации приз снова достается учительскому хору из «Аллатыря». Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две сотни пар из восьми регионов нашей страны двигались в ритме самбы, румбы, квикстепа. В Чебоксарах прошел Кубок главы Чувашии, открытый чемпионат и первенство нашей республики по танцевальному спорту. У зрителей просто разбегались глаза, и это неудивительно. На паркете танцуют сразу 10 пар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мариэл, Татарстан, Мордовия, Удмуртия. Показать свой уровень приехали танцоры из разных республик. Но больше всего участников, конечно, из Чувашии. Смотря на них, хочется просто радоваться и гордиться. Разные виды соревнований, но этот вид спорта самый красивый. В этом году чемпионат, первенство и Кубок главы объединила круглая дата. 25 лет Федерации танцевального спорта нашей республики. Проходит очень на хорошем уровне, потому что мы не могли провести это мероприятие по-другому. Это 25 лет Федерации танцевального спорта Чувашской республики. Это большая ответственность. Мы собрались всей федерацией и сделали это мероприятие очень массовым, очень достойным. Сложнейшая па, виртуозная техника и бешеный ритм. Самый энергичный и, пожалуй, технически трудный танец – джайв. Смесь рок-н-ролла, свинга и буги-вуги. Но, как ни странно, именно этот танец – один из самых любимых у танцоров. Вообще, любимая программа пар – латиноамериканская. Она зажигательная, ну и стандарт тоже. Стандарт, ну, он считается обязательным. Мы его танцы, но больше нам нравится латино, потому что там можно выразить какие-то свои эмоции. Огромное количество участников оценивал внушительный судейский корпус более 60 хореографов. У нас существует четыре жестких критерия. Музыкальность, техника исполнения, хореография и презентация. Музыкальность – это самое главное, чтобы пара танцевала в музыку, показывала характер танца, показывала эмоциональный окрас этот танец. Ну, когда они танцуют с каменными лицами – это одно. А когда они переживают – а посмотрите, как спортсмены входят в образ. Пасадобль – танец Тореадора. Румба – танец любви. Самбо – это карнавал. Ча-ча-ча – история поссорившихся возлюбленных. У каждого танца свой образ, и к каждому танцовщики должны перевоплотиться. За соревновательный день пары выходят на паркет до 30 раз. Танцевальный марафон начинается еще за кулисами. Оттачивают каждое движение, каждый шаг. Снова и снова натирают подошву жесткой щеткой, чтобы не подскользнуться. Но даже если это и произойдет, партнер всегда поддержит. Самое главное в паре – это взаимопонимание, чтобы не возникало конфликтов. Главная задача партнера в танце – это вести партнершу, так как партнерша – это его аксессуар. То есть я должен делать из нее такой аксессуар возле себя, чтобы она… Как тебе в роли аксессуара? Ну, нормально. Я вам прежде сказал. Как вам задача партнер? Слушаться партнера. Ну, то есть он должен вести, а партнерша должна слушаться его. Миша и Полина танцуют в паре вот уже 6 лет и уже не могут сосчитать, сколько заработали медалей. Каждый из них – кандидат в мастера спорта. И на этом чемпионате танцоры заняли несколько первых мест. Например, стали победителями открытого первенства «Чуваши» в латиноамериканской программе «Среди молодежи». Теперь Миша и Полина нацелены на чемпионат мира. Он пройдет уже этим летом, так что пожелаем удачи танцорам. Юлия Важенина, Игорь Зверев, «Республика». Игорь Зверев, «Республика». Игорь Зверев, «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...